Еще в древнем Египте журавля называли птицей солнца. У римлян эта птица ассоциировалась с лучшими человеческими качествами. Верностью, рассудительностью, добротой, отзывчивостью, дружелюбием. Если верить старинным восточным представлениям, души людей после смерти превращаются в этих прекрасных птиц. Субтитры создавал DimaTorzok динозавров около 60 миллионов лет назад. Сегодня эта птица занесена в Красные книги многих стран и регионов. Почему? Давайте смотреть. 500 лет назад серый журавль обитал почти по всей Европе и в северной части Азии. Но к концу 20 века его численность катастрофически сократилась. Главными врагами для журавлей стали осушение болот и последующие торфяные пожары, весеннее выжигание сухой травы. На местах зимовок осушение и распашка болот, обработка пестицидами полей, на которых кормятся журавли. 9 тысяч лет возраст этого болота, одного из самых древних болот в Беларуси и самого крупного. Знакомьтесь, верховое болото Ельня. Оно охраняется. Это заказник республиканского значения. Занимает огромную территорию, свыше 25 тысяч гектаров. С высоты птичьего полета крупнейшее на европейском континенте верховое болото Ельня выглядит как причудливое мозаичное полотно. Его неповторимый фантастический рисунок образуется россыпью из более чем 100 озер и болотных островов. Этот удивительный водно-болотный комплекс представляет собой настоящий птичий дом. Здесь живет 98 видов птиц, 23 из которых занесены в Красную книгу Беларуси. Именно поэтому это место является территорией, важной для птиц международного значения. Во всем мире выделено всего около 2000 таких территорий. На местах гнездования серые журавли появляются рано. Уже в марте-апреле. Своеобразным символом верности и симпатии у них служит совместное пение, когда самец и самка настолько сближают манеру исполнения своих партий, что кажется, будто кричит одна птица. Своё гнездо журавли располагают скрытно, часто среди густых кустов или в высоком тростнике прямо на болотной кочке, окруженной водой. В средней полосе журавли откладывают яйца в конце апреля, начале мая. В кладке два яйца вытянутой формы. Её насиживают оба родителя, подменяя друг друга, чтобы покормиться и почиститься. Журавлей в мире не один вид. Чем же выделяется среди них наш журавль, серый? Давайте заглянем в наш определитель. Серый журавль – птица довольно крупная. Весит от 5 до 7 килограммов. Размах крыльев более 2 метров. Оперение синевато-серое. Вверх темнее, вниз светлее, концы крыльев черные. На темени головы оперение почти отсутствует, и поэтому голая кожа создает ощущение, как будто на журавля одета красная шапочка. Клюв светлый, ноги черные. Настоящий красавец. Супружеские пары серых журавлей не распадаются много лет. В стае супруги и их птенцы не расстаются. Вместе путешествуют на юг и вместе зимуют. Молодежь покидает родителей только на следующую весну. Когда подросшие птенцы научатся пользоваться крыльями и смогут летом следовать за родителями, образ жизни журавлей резко меняется. Они начинают показываться всюду и постоянно попадаются на глаза. Они быстро соединяются с другими выводками и таким образом составляют те стаи журавлей штук в 20-30, которые можно увидеть в середине лета. Эти стаи уже не разбиваются до самого отлета. У журавлей, как и у всех, есть близкие родственники, глядя на которых не очень-то и верится в их родство с нашими героями. Вот лысуха. Да-да, оба этих вида ученые относят к пастушкам. Лысуха выделяется среди пастушков пристрастием к плаванию, нырянию и вегетарианству. Плавает она превосходно, но ныряет посредственно. Рекордная глубина 6,5 метров. Чаще всего погружается на метр-полтора, а еще чаще просто переворачивается вниз на пол тела, выставив на пока свой куцеватый хвост. Еще один родственник экзотический. Удивительная птица, которая лапой еду берет, а потом подносит ее к клюву. Прямо как мы люди. Зовут ее султанка или султанская курица. Распространена она в восточном полушарии от Европы и Африки до Австралии и Новой Зеландии. Главным образом в тропическом и субтропическом климате. Узнать султанку довольно легко по ярко-красному массивному клюву, красным или розовым длинным ногам, без перепонок между пальцами и яркому оперению. Длина ее тела около полуметра, а размах крыльев – до метра. Населяет наша блестящая героиня заросшие берега кустарниковых болот, озер, медленно текущих рек и тенистых морских затонов с пресной или солоноватой водой. Держится в густых и труднопроходимых зарослях, торчащих из воды растений – тростника, осоки, камыша, рогоза. Подобно большой выпи, легко карабкается по стеблям этих растений. Неплохо плавает, но на мелководных участках предпочитает передвигаться вброд, а на более глубоких – по поверхности плавающих растений. При беспокойстве человеком быстро взлетает, но летит недалеко, после чего опускается обратно в заросли. А вот, пожалуй, самый сухопутный из родственников журавля – дергач. Дергун – народное название, больше подходит этой птице, чем его научное – коростель. Неутомимое задорное дергание, резкий двусложный крик карастеля знают многие. На открытой местности он слышен за километр и больше. Увидеть карастеля тяжело, и не столько из-за незначительных размеров, чуть больше дрозда, сколько из-за поведения. Карастель – великолепный бегун, и в минуту опасности он вполне резонно полагается на свои ноги и покровительственную окраску. Летает неохотно. Едва поднявшись над землей, он спешит опуститься в траву. Гнездятся коростели в сырых лугах, на сенокосах, полях, иногда на верховых болотах. Любят слегка увлажненную почву, но открытой воды избегают. Гнездо на земле. Журавли в небе и на земле – величественные птицы, встреч, с которыми мы ждем всегда с особым настроением. Много лет мы мечтали стать свидетелями отдыха журавлей на болоте. Этой осенью наш кинооператор Илья решил реализовать эту мечту. Сегодня мы будем пытаться заснять журавлей на ночевках. Вы посмотрите, какие прекрасные места. Здесь должны быть журавлики. Оставаться будем до утра. Самое главное нам – установить палату до захода солнца и перелета журавлей и грамотно ее замаскировать. Ну вот, с большего. Отлично. Ночи нынче холодные, поэтому взял матрас и спальник, чтобы как-то утеплиться. Ну что ж, мы успели разложиться до захода солнца. Журавли начнут прилетать в сумерках. Осталось их выждать. Обзор шикарный. На болоте мох гнездится около 50 пар серых журавлей. Но особое значение эта территория приобретает для журавлей осенью, во время миграции. Тысячи птиц из Белоруссии, России, Прибалтики и Скандинавии ежегодно останавливаются здесь почти на месяц, кормясь остатками урожая на окружающих полях и собираясь на ночевку на болоте. Елья уникальна именно тысячными скоплениями журавлей на пролете. Огромные размеры болота, около 200 квадратных километров, позволяют им переночевать здесь в безопасности. Серые журавли – настоящие перелетные птицы. Ежегодно весной и осенью они преодолевают огромные расстояния. После спокойного отдыха и сытой кормежки на ельне птицы могут без продолжительных остановок долететь до своих мест зимовок в Северной Африке. Еще и поэтому заказник ельня уникален. Представьте судьбу тысячных стай журавлей, лебедей, гусей, уток, куликов, которые дважды в году весной и осенью пересекают континенты. Они летят, не зная границ. Но каждый раз, устав от перелета, должны где-то остановиться на отдых. Проблем у птиц не возникнет, если мы, люди, сохраним водно-болотные угодья. И журавли, гуси, утки, лебеди, кулики обязательно долетят до зимовок, а весной вернутся к нам опять. Близится вечер. Тысячные стаи серых журавлей кружат в вечернем небе над родными болотами, прощаясь с ними. До свидания, журавли. А у нас на сегодня все. До свидания, друзья, и до новых встреч с героями передачи «Все, как у людей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова